Илья Майрамбекович, у меня три вопроса будет к вам. Есть у нас закон о телевидении и радиовещании. Там, согласно нему, новости республиканских каналов должны субтитроваться, либо проходить сурдопереводом, чтобы наши слышащие, слабослышащие граждане могли тоже смотреть, понимать, читать, что происходит в стране, когда вы будете исполнять этот закон. Посчитайте, дайте поручение, пусть посчитают, сколько это будет стоить. Я не знаю, надо же как-то уже исполнять этот закон в конце концов. Хорошо, спасибо большое за замечание. Действительно, вот этот вопрос тоже один раз в наблюдательном совете поднимался. Мы давали рекомендацию о том, чтобы его ввели. Вопрос там отвечали, от менеджмента был ответ, связанный с финансовыми средствами. Давайте я уточню вам лично, прям по электронной почте я вам отвечу вот эту ситуацию. Потом я скажу, в чем причина. И если там в силах нам самостоятельно решить, мы обязательно решим. Да, можно, в принципе, заложить на 2015 год. 2015 год будет прибыль для УТРК, учитывая политические события. Еще второй вопрос у меня. Социальная реклама. У меня большая просьба уделять этому большое внимание, особенно вреде употребления алкоголя, наркотиков, сигарет, дорожно-транспортным происшествиям, соблюдение правил дорожного движения. То есть вот такие социальные рекламы вы должны приветствовать. А то иногда мне говорят, вот УТРК не хочет это размещать, деньги большие просят. Мне кажется, не все должно измеряться деньгами в нашем мире. Абсолютно с вами согласен, Долобович. Там вопрос, единственная проблема в следующем. Вот и в законе, и во внутренних положениях, оказывается, соцреклама, критерии четко не обозначены. Там очень много моментов оценочного характера. И получается, раз оценочного характера, и вот те сотрудники, которые есть, работают в менеджменте, они, к сожалению, иногда допускают самовольно оценивать, что это является соцрекламой или не соцрекламой. Но наблюдательный совет над этим вопросом очень сейчас тщательно работаем. Мы совместно со специалистами, с привлечением специалистов, с международной организацией сейчас разрабатываем критерии оценки соцрекламы, чтобы она была понятна. И вот как только мы его закончим, а я думаю, что где-то в течение двух месяцев мы это закончим, мы сразу опубликуем эти критерии, чтобы доступно было всем. Обязательно. И сделайте так, чтобы любой мог хоть подавать там, а вы уже могли бы отбирать. И третий вопрос. Значит, наблюдательный совет у нас, естественно, должен контролировать финансовые потоки. У нас бывают случаи, когда рекламу включают в новости, и такие злоупотребления неоднократно были. Особенно, если откровенно говорить, это было связано с кумтором. Непонятно, почему рекламную, допустим, какие-то рекламу включают как новость. И, возможно, кто-то за это деньги берет, но пропускает как будто как новостную ленту. Вы за… вот в этом плане вы контент должны отслеживать. Какой контент является коммерческим, какой контент является действительно новостной лентой. По кумтору вы правильно заметили, но недавно один из сотрудников ОТРК, он как раз таки обращался в правоохранительные органы с жалобой на то, что идет злоупотребление именно по кумтору. По нему, насколько я знаю, сейчас в правоохранительных органах идет расследование, они этот вопрос изучают. Но вы правы, да, действительно. Иногда мы видим, что где-то идет… не разделяется реклама от тех социально значимых проектов. Но мы будем следить за этим, насколько это возможно. Обратно же вопрос критериев, но будем стараться улучшить. Второй байзак, решеный секунд переласпы. Еще у меня такой вопрос, последний. В 2015 году будут выборы. Мне бы хотелось, чтобы вы очень объективно освещали эти процессы, не были подконтрольны только нескольким партиям, чтобы также их рекламу политическую не включали в новостную ленту. Большая просьба за этим тоже проследить. Спасибо. Спасибо большое. Мы уже готовимся к этому и, скорее всего, мы постараемся, ну хотя бы в виде общественного договора, и тогда нам нужна будет и ваша тоже поддержка, вот основных политических сил. Наверное, мы будем специально вот какое-то положение делать, и в виде общественного договора с вами соглашаться, делать определенные соглашения, для того, чтобы все придерживались определенных правил. Мы постараемся учесть все эти ошибки, которые до этого были.